Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами начинаем заседание секции круглого стола по терминоведению, посвященного памяти Владимира Моисеевича Лейчика. И приветствуем вас на заседании секции номер один терминоведения «Современные векторы развития». Первым докладчиком у нас заявлена Ольга Викторовна Фельда из Сибирского федерального университета. Я хотела бы уточнить, подключилась ли Ольга Викторовна. Если Ольги Викторовны пока нет, то мы, думаю, перейдем к следующему докладчику, потому что я вижу, что подключилась Татьяна Владимировна Романова, доктор логических наук, профессор, который представляет Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики Нижний Новгород. Татьяна Владимировна, спасибо большое, что нашли возможность подключиться. Вам слово. Спасибо, дорогие коллеги, за возможность выступить. Задача моего сегодняшнего сообщения – представить наш словарь. Проектный словарь «Учебное пособие терминов когнитивной лингвистики». Этот словарь является результатом нашего исследовательского проекта, над которым мы работали в рамках программы научного фонда Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. В результате получился словарь-справочник тезаорусного энциклопедического типа, который описывает, представляет термину систему когнитивной лингвистики как формат знания в онтологических отношениях и как часть лексической системы языка, то есть слово в системных семантических связях. Данный словарь создан нами для учебных и научных целей и отражает попытку систематизации актуальных научных концепций в области когнитивистики и попытку систематизации современного состояния ее терминологического аппарата. Для представления в словаре были отобраны те когнитивные термины, которые наиболее существенны для лингвистики вообще и релевантны для учебного процесса. Всего в качестве заголовочных мы отобрали 60 терминов. Сразу скажу, что употребление терминов мы рассматривали на базе российского научного дискурса. Прежде чем представить термин в словаре, мы создали корпус, свой корпус, в который включили в первую очередь основные монографии по когнитивной лингвистике. И, как вы видите, здесь есть ссылка на наш корпус, он рабочий. И, как вы видите, в корпус были включены статьи по когнитивной лингвистике из основных вестников университетов Российской Федерации. Конечно, базовыми ядерными, прототипическими источниками для нас явились специализированные периодические издания. Это вопрос когнитивной лингвистики, периодическое издание, когнитивное исследование языка. Из каждого источника было отобрано по 100 статей, которые включены в датасет. Если на когнитивную тематику оказывалось менее 100, то мы включали в наш корпус все статьи. Сбор и анализ материала корпусных источников происходил с привлечением современных технологий создания корпусов текстов и современных технологий их обработки. Схема анализа или схема представления термина, когнитивного термин, термин когнитивной лингвистики в нашем словаре выглядит следующим образом. Это дефиниция, этимология и тезаурусные связи. Синонимичные, антонимичные отношения, родовидовые отношения, расширение, сужение, деривации, эпидигматика, пример неправильного употребления, если встречаются, клокаты, способы интерпретации терминов в специальной литературе и, если встречаются контексты, оценочная интерпретация термина, мы их тоже представляли в нашем словаре. Проиллюстрирую я это на примере первого термина, которым открывается наш словарь. Это термин антропоцентризм. Вы видите, что после термина идут в скобках две цифры. Первая цифра обозначает абсолютную частоту встречаемости термина в научном подкорпусе, который нам был собран, а вторая – относительную частоту встречаемости слова на миллион словоупотреблений. Видимо, надо прокомментировать такие компоненты нашей словарной статьи как примеры неправильного употребления. Надо сказать, что это не частый случай. Ну, где-то так в 10% случаев мы словарную статью вот такими справками снабжали. Но поскольку когнитивная наука, все-таки наука еще находящаяся в стадии, ну, наверное, осмысления, особенно молодым научным сообществам, без неправильного употребления термина, к сожалению, не обходятся и специализированные источники или статьи в специализированных источниках. Как в качестве примера я вынесла на этот слайд цитату об употреблении термина формата знания. Языковое знание рационально-логическое и, собственно, специальное – это типы знания. Здесь, с нашей точки зрения, необоснованное типо знания подменены когнитивным терминам формата знания. Или еще один пример. Результаты концептуализации в скобках как вставная конструкция, видимость семантикового уточнения, категоризации. Ну, понятно, ошибочное употребление или повод для ошибочного употребления. Оба термина обозначают некие познавательные процессы, но они не идентичны, потому что процесс концептуализации, он предшествует процессу категоризации. Поэтому, с нашей точки зрения, такое употребление терминов вот в данном компетенционном оформлении не совсем правильно. Далее, обратите внимание, что мы даем для каждого термина справку о колокатах. Колокаты распределены по частоте встречаемости, частотные, менее частотные. В скобках после каждого колоката указано значение и меры ассоциативности, те, которые выведены в соответствии с формулой Тискор. Эта метрика показывает ассоциативную связь элементов в тексте. Расчет этой меры основан на появлении тех или иных слов в текстах вместе. То есть, чем чаще слова появляются в текстах вместе, тем чаще они ассоциируются друг с другом, и тем выше значение меры ассоциативности. В нашем случае мы остановились на мере Тискор. Далее идет справка о н-граммах употребления термина. Эта мера показывает лексико-синтаксические связи терминов. Мера дает информацию о том, насколько часто то или иное слово следует за другим или предшествует ему в тексте. При подсчете н-грамм используется мера абсолютной частоты встречаемости. В отличие от колокатов, н-грамм рассчитываются по более простым формулам и показывают не силу ассоциирования слов в тексте, а просто лексико-грамматическое окружение в тексте данного термина. И эта мера, н-грамм распределения по частоте встречаемости, тоже может позволить хронометрировать. Термины по принципу наиболее частотное окружение, менее частотное окружение. Вот в скобках после н-граммы указано значение абсолютной частоты встречаемости данного сочетания в научном подкорпусе. Обратите внимание, что справку о нечастотных колокатах мы выносим отдельно в этой словарной статье. Мы вот с термином антропоцентризм, как пример, когнитологический антропоцентризм. Далее, такая эксклюзивная информация в словаре про термины. Мы выявляем способы задания смысла при интерпретации содержания термина в российском научном дискурсе. Мы в качестве классификатора использовали данный пример. Все способы интерпретации содержания термина, которые используются в российском научном дискурсе, мы разделили на такие четыре группы – лингвистические, фактологические, научные и логические. Эту классификацию в свое время предложил Юрий Николаевич Караулов при работе над нашим общим учебным пособием, ссылку на который здесь я вынесла, информационные технологии создания когнитивного тезаууса, примере русского языка и культуры. С преподавателями Баунки в свое время, с авторами русского ассоциативного словаря мы работали над этим проектом, которым руководил Юрий Николаевич Караулов, работали над способами интерпретации языкового знака, не терминов. И Юрий Николаевич в свое время предложил вот такую классификацию, но здесь она несколько сокращена. И я своим коллегам тоже при анализе интерпретации смысла термина предложила исходить из такой классификации. Здесь в полужирном выделены наиболее частотные способы интерпретации содержания термина, которые используются в научном дискурсе. Кроме того, отдельно нашему вниманию, так, что-то я в грамматике запуталась, в общем-то отдельное внимание мы уделили оценочной интерпретации термина. К счастью или к сожалению, в когнитивном научном дискурсе оценочная интерпретация термина – это явление частое. Ну, видимо, потому что этап формирования термина системы когнитивной лингвистики еще не конечен. Как пример, здесь иллюстрация из известной статьи Лены Самойловны Кубриковой, вестники Воронежского университета, о термине когнитивной. У многих специалистов складывается впечатление, что термин «когнитивный» выступает как «размытый», и по этой причине он зачастую постссылка на цитату. Встречаются еще более неожиданные утверждения, рассуждения о вкладе когнитивной лингвистики в современное языкознание. Косевич подводит итоги своего анализа, заключая, что разработанные здесь подходы, результаты, хотя и обогащают языкознание, никак создают ни нового объекта исследования, ни даже нового метода. Что дает ему право, правомерно полагать, что когнитивной лингвистики не существует уже, потому что не существует некогнитивной психолингвистики. Мне бы хотелось настоящей работы подчеркнуть обратное. Когнитивная лингвистика, конечно, существует, как существует, и некогнитивная, например, структурная, а в ее рамках складывается особое понимание интересующего нас термина. Вот как иллюстрацию, что мы понимаем под оценочной интерпретацией термина. Как строится словарная статья в нашем словаре, покажу на примере термина инференция. Так, абсолютная частота, относительная частота встречаемости, определение, этимология, синонимы. Мы выявляли синонимы по научному дискурсу. И для того, чтобы доказать, что действительно определенный термин имеет такие синонимы в научном дискурсе, мы подтверждаем это контекстами употребления. В данной статье нет примеров антонимов, но антонимы – это не очень частый способ интерпретации содержания терминов. Гиперонимы, гипонимы, опять же, контекстовое употребление, в случае сужения или спецификации термина, допустим, как пример для термина инференция, семантические и прагматические инференции – это сужение термина. Опять же, контексты, доказывающие, что в научном дискурсе происходит спецификацию сужения термина, деривационно-эпидигматические связи по научному контексту, колокаты, энграммы и наиболее частотные способы интерпретации содержания термина в научном дискурсе. Но вот в этом случае, в случае термина интерференция, на первое место по частоте вышел способ свернутой преддикации, интерпретация при помощи свернутой преддикации. Если есть случаи оценочной интерпретации, мы указываем в словарной статье. И есть еще такой блок информации. Словарная статья отражает результаты верификации пенитийного тезауруса путем сопоставления с ассоциативным тезаурсом. Ассоциативный тезаурс для термина составлен по результатам ассоциативного эксперимента. В ходе эксперимента было опрошено 144 человек. Корреспонденты были студенты образовательной программы «Фундаментальная прикладная лингвистика» нашего Нижегородского кампуса высшей школы экономики, которые прослушали курс функциональной и когнитивной лингвистики. Анкета для ассоциативного эксперимента содержала те же 60 слов-стимулов. И по результатам эксперимента реакции были ранжированы по частоте употребления. И в конце список ассоциаций завершается формулой по аналогии словарной статьи в русском ассоциативном словаре. Общее количество реакций на стимул, количество различных реакций, количество отказов и единичных реакций. Полученные данные, во-первых, могут подтвердить результат функционирования термина в научном дискурсе, позволяет каким-то образом верифицировать данные о синонимических, антонимических, гипергимических и других связях между терминами. Кроме того, согласовать данные эксперимента можно с данными автоматически выделенных мер ассоциативности. Какие словарные справки можно получить по нашему справочнику? Справки о частоте употребления, о коллокациях, о системных отношениях внутри терминов когнитивной лингвистики, внутри данной термина системы. Мне кажется, сильной стороной являются иллюстративные примеры из актуального научного материала, как живет термин сейчас в научном дискурсе на российской почве. Но и кроме того, представленная терминологическая сеть представляет собой некую модель знания, которая может служить аналогом для построения других языковых и других прикладных моделей. Два слова о выводах. Термин системы когнитивной лингвистики развивается. Конечно, ее состояние отличается на российской научной почве, отличается от состояния 90-х годов. Но по-прежнему термин когнитивной лингвистики по-разному трактуется в научном дискурсе. Появляются авторские интерпретации. Поэтому мы можем сказать о том, что в когнитивном научном дискурсе терминопорождающие тексты выполняют свою функцию объяснения, содержания термина. Индивидуально-авторские толкования термин появляются в ходе научной полемики, когда кто-то с кем-то спорит. Отсюда и оценочная интерпретация термина. Процессу терминологизации подвергается общепотребительная лексика русского языка. Такое произошло, например, с общепотребительными словами «внимание», «восприятие», «знание», «сознание», «память», «смысл». На когнитивной почве они стали терминами. Но мы понимаем, что в основном в качестве когнитивных терминов используются заимствованные англоязычные термины. Именно слова-термины, которые пришли из общепотребительной лексики, дают наиболее развитые деривационные связи и эпидигматику. Функционирование терминов в научном дискурсе ставит проблему необходимости разграничения гипергипонемических отношений между терминами и отношений сужения и расширения. Не всегда на терминологических примерах это решается легко и однозначно. Антонимия – это редкий случай в терминах системы когнитивной лингвистики, редкий случай интерпретации содержания терминов, но все-таки встречается. Если говорить о способах интерпретации или способах задания, содержания термина, то очень часто термин интерпретируется сразу несколькими способами. Есть такой прием, как интеграция цитата, дефиниция и дескрипция. Три в одном примере. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Мы очень рады, что вы нашли возможность сегодня выступить у нас на заседании секции. И, возможно, у кого-то есть вопросы. Формат секционного заседания предполагает вопросы, есть ли у кого-то... Я не сомневалась. Лариса Александровна, на нем. Здравствуйте, Лариса Александровна. Здравствуйте. У меня вопрос как раз по последней фразе. Есть цитаты, есть дефиниция, есть дескрипция. Дело в том, что когда используется термин, мы всегда даем дефиницию. Это обязательное условие в терминоведении. А дескрипция – это когда термин не оформлен. Цитата. В общем, все, что делается у вас в тезаурисе, это является почти цитатой. Поэтому в любом случае вот все три позиции, они действительно работают. Но вот дефиниция – это обязательное условие. Лариса Александровна, обязательное условие для терминолога. А наш справочник, он создан по материалам жизни термина в когнитивном дискурсе, в реальном. То есть человек, который пишет статью на когнитивную тему и использует когнитивные термины, вот так с ними обходится. Понимаете? Не всегда дает дефиницию. Это несколько другое. Потому что вы не покажете ни сужение, ни расширение, ни гиперонимные, ни гипомимные связи, если вы не даете термин. Всегда мы отталкиваемся от этих слов. И вот в своем докладе я всячески пыталась показать, что такое дефиниционный и концептуально-дефиниционный анализ, потому что без этого просто нельзя. Лариса Александровна, все так. Нет даже и попытки возразить, но специфика, еще раз, специфика нашего словаря-справочника отразить, как общаются с терминами профессионалы, то есть люди, которые пишут на когнитивную тему. Ну вот, вот так. И второй вопрос. А можно ли увидеть ваш словарь? В каком виде существует? Он существует. Сейчас я так покажу. Я не доехала до Тамбова в этом году, не села в поезд. Ну вот так вот он существует. Я могу прислать электронную версию до личной встречи. Я не знаю, собираетесь ли вы к нам на конгресс Нижний Новгород в мае. Если соберетесь, то материально вы его получите. Вот. А так я могу прислать электронную версию. Понятно. Хотите? Вот пришлю, если бы. Вы прямо мне предложение делаете, чтобы я обязательно к вам приехала. Да. Там, по-моему, до каких-то первых чисел января лингвистический университет. Я помню. Да. На сайте РАУК висит. Хорошо. Спасибо. Я перешлю. Я думаю, я ваш адрес найду у себя в почте. Я перешлю. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Я видела, что Эльвира Анатольевна Старокина хотела задать вопрос. Да, спасибо. Спасибо. Извините, на один вопрос уже я получила ответ. Я хотела узнать, в каком виде этот совай справочник издан, в электронном виде или в бумажном виде, и как его можно получить. Бумажном, да. И если можно, я бы хотела его иметь. Так, а как мне получить ваш адрес? Это, ну, это бы как-нибудь договоримся об этом. Я дам электронную почту, и, может быть, легче. Через организаторов, если у меня нет напрямую с вами связи. Через организаторов. Да, И у меня такой вопрос. Насколько я поняла, вы цитируете, слабжаете цитатами свои термины из определенного жанра литературы. Но ведь и когнитивной, да, по когнитивной лингвистике. Но ведь и, как вы сказали, профессионалы, но профессионалы тоже разного уровня владения терминологией. терминологией. Поэтому какой-то отбор, какая-то редактура с вашей стороны идет или нет? Была проведена. То есть мы не все взяли, естественно. Но, вы понимаете, все-таки источники наши, они официальные. Если это вестники ведущих вузов страны, там любая статья проходит слепое двойное рецензирование. И есть уже отбор. Но, естественно, попало что-то, что, ну, опять условно, с точки зрения вот нашего профессионального мнения, не может быть отражено в словаре. Естественно, это не было принято. То есть фильтром служили наши компетенции. Но вы понимаете, что здесь тоже много вопросов. Но, в общем-то, полагались на наше понимание, на наше знание, на наши на наши компетенции в области когнитивной лидератики. Так, я скажу. Ну, допустим, наиболее частотный термин «концепт». И у него столько интерпретаций. Не каждая интерпретация достойна того, чтобы научному сообществу ее представлять. Конечно, редактирование было... ...дискурс, такие термины всегда создают определенные трудности. И последний вопрос, связанный уже со словарем, который много лет назад появился. Это Кубрикова, Деньянков, Панкратс. Вот каким образом соотносится или не соотносится ваш справочник и словарь Кубриковой? Соотносится. Но первый словарь 96-го года – это словарь энциклопедического плана, и он был переводной. То есть тогда, когда научное российское сообщество начало осваивать когнитивную терминологию, этот словарь был очень нужен. Помним там в общем-то отрывки из статей ведущих зарубежных ученых о понимании, об интерпретации терминов. А наш словарь, он отражает, а что сейчас у нас в российском научном дискурсе с когнитивной терминологией, с пониманием, как мы продвинулись, как мы освоили, как мы интерпретируем и так далее. И вот этот иллюстративный компонент это отличие. Конечно, базовым источником для нас послужил этот словарь. Почему? Потому что если вы полистаете заголовочные статьи, первый пункт это интерпретация термина. В 70% случаев мы интерпретацию содержания термин берем из этого словаря со ссылкой на этот словарь. Но в то же время задача была несколько другая. Это более лексический справочник такого тезоросного типа, не совсем энциклопедический. Валерий Закевич знаком с нашим словарем, как мы только его выпустили, переслали. Он одобрил. Спасибо. Это я лишняя. Очень хочется похвастаться. Вы так не дышали, поскольку его мнение, конечно, как автор первого словаря было для нас важно. Можно только поблагодарить авторов за создание такого словаря, поскольку нужда в нем, конечно, давно ощущается. Здравствуйте. Спасибо большое. Елена Иосифовна рецензент нашего словаря. Один из рецензентов. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересная дискуссия, интересный словарь. И пока волонтеры меняют презентацию и ставят видимо мою презентацию, я прокомментирую и скажу, что мы знакомы с данным глазарем. Именно поэтому я рискнула так нескромно сделать и поставить свой доклад сразу после доклада Татьяны Владимировны, а не в конце, как возможно было бы корректнее принимающей стороне. Дело в том, что Елена Михайловна Познякова переслала нам насколько я понимаю с вашего разрешения цифровую копию, потому что мы должны были рассмотреть и изучить имеющиеся справочники. Мы с радостью конечно же увидели знакомые имена Елены Иосифовны в рецензентах тоже видели, рады были увидеть, поэтому сегодня я тоже буду упоминать этот словарь. Юль Борисовна наверное будет дальше вести, а я продолжу со своим докладом тогда. Итак, я хотела бы сегодня рассказать о том, как концепция Владимира Васильевича Лейчика, которая сегодня не раз звучала на пленарном заседании о языковом субстрате и понятийном субстрате терминологического знака, помогла нашей команде лингвистической лаборатории факультета лингвистики и межкультурной коммуникации МГИМО выполнить задачу, которая была поставлена перед нами Центром нейролингвистических исследований, который сейчас формируется в МГИМО на проспекте Вернадского. Я попрошу следующий слайд переключить. Я не могу не начать с этих фотографий. Сегодня многие делились воспоминаниями, и я думаю, что многие еще сегодня будут показывать фотографии. И я была рада, когда мне удалось в своем архиве найти эти фотографии в 2008 год открытия выставки на Крымском валу ЦДХ, Третьяковская галерея, современность. И вот здесь и мой научный руководитель Елена Александровна Никольевна, которая является идейным вдохновителем сегодняшнего круглого стола, и Владимир Моисеевич, Любовь Яковлевна, которые посетили тогда открытие нашей международной художественной выставки. Потому что, как сегодня говорилось, Владимир Алексеевич был открыт всему. Современное искусство значит современное, художники значит художники. Но все у него была концепция. И действительно, он очень многих людей познакомил, подружил. И это, конечно, дорогого стоит. Следующий слайд, пожалуйста. И включите камеру. И камеру, и следующий слайд. Итак, вы видите план, я не буду его весь отчитывать. Предыдущий слайд, пожалуйста. О терминологическом знаке сегодня много говорилось. Я расскажу о нашей лингвистической лаборатории, о той задаче, которая была перед нами поставлена. Покажу, как мы рассматривали понятийный суперстрат терминологического знака на примере терминологических единиц нейролингвистики. И следующий слайд. Языковой стопстрат терминологического знака. И заключение, я, конечно, скажу о тех способах репрезентации отобранных терминологических единиц на современных цифровых платформах. Сегодня тоже очень много говорили о корпусной лингвистике. И, безусловно, невозможно сегодня делать никакие исследования без привлечения цифровых технологий в лингвистике. Но надо сказать о том, что это является лишь инструментом обработки языкового, речевого, текстового материала. Мы должны понимать, что это ускоряет процесс, позволяет нам за считанные секунды или минуты обрабатывать огромные, гигантские массивы текстового, речевого, языкового материала. Но ни в коем случае это не заменяет ни предмет, ни объект лингвистического исследования. Следующий слайд. В 2018 году, о чем сегодня уже тоже говорилось, Лариса Александровна Манерко организовывала круглый стол, аналогичный, посвященный 90-летию Владимира Алексеевича и тогда я выступала с сообщением о теории термологического знака Владимира Алексеевича и говорила о том, что когда мы исследуем либо культурный компонент значения термологических единиц, либо новые терминологии терминосистемы, мы изучаем этимологию, семантику и словообразование именно языкового субстрата терминологического знака, это позволяет нам посмотреть на термин как слово, и мы рассматриваем термин как знак специального понятия, то есть понедельный логический ступерстрат, о котором говорил Владимир Моисеевич. Здесь приведу еще одну цитату из той работы, которая сегодня неоднократно цитировалась, естественно, языковой субстрат термина, то, что слово это все-таки единица естественного национального языка, и мы не можем отойти от этого представления, мы не можем рассматривать термин только как знак специального понятия, но и должны помнить о его языковой сущности. Те основные понятия, которые используются в исследовании, здесь приведены на слайде, и здесь вот визуализация той терминологии, с которой изначально я работала, это англоязычная терминология права. Юридические терминозистемы Англии, Шотландии, США, здесь они визуализированы в виде кругов эйлера, пересечения, общее ядро, периферия, и естественно все эти понятия, всю эту терминологию мы учитывали при проведении исследований. Что касается лингвистической лаборатории факультета лингвистики и межкультурной коммуникации, она создана в 2022 году в рамках проекта цифры инноваций в образовании МГИМО-Одинцова, который в свою очередь входит в программу, федеральную программу академического лидерства «Приоритет-2030», который уже второй год подряд МГИМО в целом, университет МГИМО, выигрывает и получает на это грант. Если мы посмотрим на деятельность нашей лаборатории, то я бы хотела сказать о проекте «Корпусное исследование языка и речи», который был представлен в этом году в октябре на конвенте РАНИ в МГИМО. Целью данного проекта является повышение качества цифровых лингвистических инструментов. Именно повышение качества. Сегодня тоже этот вопрос звучал несколько раз. А какую оценку экспертную вы проводите? А верифицируете ли вы результаты того, что вам показал корпус? Об этом сегодня Наталья Борисовна тоже говорила. Если раньше были одни критерии отбора единиц, входящих в предмет исследования фразеологии, то сейчас фактически мы получаем только статистические критерии отбора. если мы просим условно говоря корпус, корпусный инструмент обработки текста выдать нам определенный результат. И как мы убедились нашим коллективам, не всегда то, что мы получаем, совпадает с нашим экспертным мнением, с мнением терминолога, терминоведа, лексиколога, лексикографа и так далее. Мы сейчас создаем в процессе работы уже второй год над этим работаем собственную онлайн-платформу. Почему? Потому что то, что сейчас имеется в наличии на рынке и в научном обороте, не всегда может устроить исследователя. И на данный момент мы обработали материал для десяти очень небольших микроглоссарев, переводных, англо-русских, в которых присутствует как раз дефиниция, не дескрипция, а именно дефиниция, обработанная нами на основе того, что мы изучили в самых различных источниках. Это дефиниция, созданная по всем правилам с привлечением очень серьезных, уважаемых экспертов. И мы по определенным параметрам разработали наши статьи данных глоссарев. На данном слайде показан процесс работы над отдельными словарями, над отдельными глоссарями. И вот какая тематика отобрана. Это терминология антидопингового регулирования международного санкционного регулирования и так далее. Как вы видите, это та терминология, та тематика, которая в 22-м году стала очень актуальной. И когда мы общались с юристами-международниками, они говорят, что сейчас судебной практики очень много именно по данному законодательству, когда нет переводов или они являются именно дискрипцией, описанием, чем угодно, транслитерацией, транскрибированием и их огромное количество, не устоявшейся терминологии и так далее. То есть переводчик не может ждать, когда через 5-10 лет пройдет время и будет понятно, язык адаптировал, ассимилировал эту единицу и так далее. Переводчику нужно идти на переговоры сейчас, завтра. Какими единицами ему пользоваться? Причем желательно, чтобы это было в телефоне, чтобы это было удобно, быстро, доступно, хотя бы от чего оттолкнуться. И причем, чтобы это был не инструмент типа реверса, где встречаются разного качества варианты перевода, в том числе и ошибочные. То есть все доступные обычно заводятся на такие платформы. Здесь мы все-таки проводим серьезную экспертизу самых разных специалистов. Как вы понимаете, у нас получились вот такие 10 микроглоссариев, которые, где мы работаем с еще не устоявшейся терминологией, это никак не терминосистема. И вообще неизвестно, они будут дальше существовать, или они выйдут из употребления, как, например, терминология коронавируса, которая два года была максимально актуальна. Сейчас эта тематика полностью ушла, и те термины, которые использовались, тоже уже не столь актуальны. Таким образом, мы в нашей терминологической базе данных с одной стороны создаем глоссарий, а с другой стороны, вот здесь на схемке это показано, у нас есть в разработке такой инструмент, когда текст заводится в нашу программу, и мы получаем разметку, разметку с тегами, и там как раз можно работать с коллокациями, конкордансами, то, о чем сегодня многие говорили. Словарные статьи содержат те параметры, которые здесь представлены на слайде, релиз, пилотный релиз нашей программы терминологической базы данных предполагается в 2024-2025 годах, и доступна она будет по ссылке на облачное хранилище. Когда мы презентовали данный продукт, даже еще в разработке он был, к нам обратились коллеги из формируемого центра нейролингвистических исследований НГИМОН, и попросили нас разработать пилотную версию русскоязычного глоссария нейролингвистических терминов. Причем нам было дано два месяца, коллеги мои присутствуют здесь, мы не всем составом лингвистической лаборатории из 20 человек, но втроем приступили к выполнению этой задачи и работали над ней три месяца. Это Лена Валентиновна Глушко, которая здесь присутствует, Анастасия Сергеевна Галюченко. Что же у нас получилось? Сначала мы, естественно, использовали те знания, которые у нас были благодаря Владимиру Масейчу Ильичу. Сначала мы прочитали все, что смогли за два месяца на русском языке, чтобы изучить понятия или логический суперстрат терминологического знака. Как существуют и как взаимодействуют эти термины, в какой системе, как они связаны друг с другом и так далее. Во-первых, мы взяли классиков отечественных исследований в области психолингвистики, речевой деятельности, посмотрели на англоязычных сайтах, что переводятся их работы и до сих пор на Амазоне не представлены. Что еще мы посмотрели? Покажу просто в целом. Киберленинг, Национальный корпус русского языка, англоязычные ресурсы, популярные курсы, огромное количество курсов сейчас предлагается по нейролингвистике, то есть практически каждый может их пройти, освоить. И там тоже есть огромное количество текстового материала. Видеоматериал мы посмотрели на русском языке, на английском языке. Это все для того, чтобы осознать логический суперстрат, что же такое нейролингвистика. Мы посмотрели и физиологов и нейронауки, какие термины там используются. И, внимание, я думаю, что Татьяна Владимировна видит обложку своего пизауруса. Татьяна Владимировна тоже нам был представлен этот пизаурус. И, кроме того, на том семинаре, где мы представляли наш проект, присутствовал Евгений Федорович Тарасов, руководитель секции психолингвистики Института языкознания Российской академии наук, его ученик Маховиков Денис Викторович работает у нас на крафедре, поэтому у нас взаимозвязи такие произошли междисциплинарные. И смотрели мы еще, что делается тоже в высшей школе экономики, но в другом центре, который возглавляет Ольга Дорогой, например, или что делает, чем занимаются в МГУ Мария Ивановна Киосы, которая тоже представляла свои исследования. А затем мы перешли к языковому субстратологическому знаку. Что мы здесь смотрели? Частотность, этимологию, заимствование. Вот, например, мы увидели, что есть этимологические триплеты, и если нервы ездили лечить на воды еще в 19 веке, и заимствован был термин, как это видно по графику, еще в 18 веке, то неврологи появились в конце 19-го, начале 20-го века, а вот нейра, именно в этом виде, в этой звуковой оболочке этот термин стал активно распространяться, как вы видите на графике, в конце 20-го, в начале 21-го века. Вот Google Box n-gram, о котором сегодня тоже говорили об разных н-gram, частотность показывает, и мы видим в начале 200-х годов всплеск активности этого слова, и национальный корпус русского языка, что он показывает. Вот такие вот активности использования этой единицы, это 21-й век. Что же дальше нам показало использование национального корпуса русского языка? Всего 6 контекстов употребления слова нейролингвистика, если мы его не как термина, как слово смотрим. Нет однокоренных слов, частотность слова низкая. Ну и дальше очень забавный слайд, мы очень порадовались, похожие слова нейрокря нам выдала, нейрокорпус русского языка, нейросеть, что нам показала, похожие слова, боулинг, бизнес, треэнтаноламин, аллергология, аэромеханика, светотерапия, шарлиц, сгутит, не побоюсь этого слова, и хитачи. Оказалось, что это название вузов и так далее, и так далее. То есть самая низкочастотная лексика, которая только возможна. Опять-таки, экспертное мнение, нужно оно или нет. Вот нейросеть такое сгруппировала, выдала вот такое значение. То есть портрет слова создан вот именно такое, низкочастотное слово. Какой вывод? Не буду все зачитывать, скажу только, что на данный момент из того, что мы проанализировали в русскоязычных источниках, идет серьезное смешение значений в науке, в бизнесе, на очень популярных текстах. То есть это термин нейролингвистика в принципе определяется, да, предмет этого, этой научно формирующейся области, это то здоровый монолингвальный взрослый мозг, то мозг билингва, а иногда это лечение мозга, восстановление мозга, и речь идет о медицине скорее. То есть на данный момент исследование языкового субстрата и терминологического или логического суперстрата терминов, нейролингвистика, только про него пока говорю, показывает несформированность данной терминологии, то есть, как сказал профессор Тарасов, находится эта область знания в стадии романтизма. Мы знаем, что есть разные способы термина образования, вот сейчас можно наблюдать очень интересные процессы, вот есть такой термин eye-tracking, он так и транслитерируется, eye-tracker, eye-tracking и так далее, что только мы не видим, и через дефис, и отдельно, и слитно, и окулограф, и даже глазодвигатель, но он не двигает глаз, он отслеживатель движения зрачка, то есть вот такой вот момент очень интересный в становлении этой единицы, это термин, прототермин, или что, это о чем говорил сегодня Сергей Викторович Гринев, в частности, вот опять тот же, та же окулография, которая может быть не очень логично звучит на русском. Мы с Леной Валентиновной два способа репрезентации предложили, я не буду на них подробно останавливаться, покажу картинки, здесь есть даже QR-код, все это будет записано, можно пройти на этот словник, мы предоставим всем участникам сегодняшней встречи запись, по нему можно пройти, посмотреть, какие вот были выбраны единицы мной, какие Еленой Валентиновной, и прямо следующий слайд, не будем задерживать ваше внимание, что у нас получилось, широкий корпус, около 170 единиц, целевой был корпус 20 единиц, там, где надо было дать хорошие дефиниции, у нас совпали 14 единиц, еще 6 мы добавили, и вот получили этот корпус базовых терминов нейролингвистики для пилотной версии глоссария за 2 месяца, в словарные статьи у нас вошли некоторые дефиниции, и вот они, эти 20 единиц, безусловно, как вы видите, здесь есть и когнитивизм, и когнитивные науки, и когнитология, и психолингвистика, то есть смежные области деятельности, и еще ряд терминов, которые мы изучили на данный момент. Как представлен этот глоссарий в мобильной версии вы тоже видите, можно будет на записи остановить, пройти по QR-коду и посмотреть, какие же у нас выводы. Выводы здесь вы видите на слайде, но я здесь опять показываю работу Владимира Алексеевича, потому что мы всегда старались ориентироваться на его, опять-таки, концепцию терминологического знака. И самый главный вывод, который хотелось бы сейчас сделать, заключается в том, что концепция Владимира Алексеевича о структуре терминологического знака и его идеи о создании терминологических баз данных являются фундаментальной теорией для современных терминологических исследований, новейших терминологий и цифровой практики использования современных технологий в лингвистике. на этом я бы хотела завершить. Могу показать контакты нашей лингвистической лаборатории, это linguisticsmgmo.ru, там еще много архивов, и на последнем слайде мои личные контакты можно написать, позвонить декамат, зайти на сайт. Спасибо большое за внимание, если есть вопросы, я буду рада на них ответить. Можно вопрос? Да, конечно, Катяна, очень интересно будет. Скажите, пожалуйста, вы отслеживали употребление термина не в профессиональном дискурсе, потому что такой вывод, что терминология не сформирована, не разветвлена, надо делать в первую очередь, наверное, по профессиональному дискурсу. А вот те сферы дискурсивные, которые вы назвали, они как-то демонстрируют как раз, наверное, процесс детерной мангизации. Вот когда мы работали на своей термина системы, у нас было три корпуса. Собственно, научный корпус статей на когнитивную тематику, у нас был корпус текстов и средств массовой информации и институциональный дискурс. И то, что считается терминами в профессиональной речи, совершенно неоднозначно ведут себя в других дискурсивных сферах. Источник таких выводов у вас был как-то ограничен, как-то определен? Или вы посмотрели такое общедоступное функционирование терминов нейролингвистики? Спасибо большое за вопрос, Татьяна Владимировна. Можно мы вернемся на слайды, где физиология, неврология и так далее. Татьяна Владимировна, просто поскольку у нас на секции отводится 10 и 15 минут, я пролистала эти слайды довольно быстро. Если мы рассмотрим здесь подходы, секунду, остановитесь, пожалуйста, у Елены Владимировны, если мы посмотрим, выборка ключевых терминов из текстов, описывающих современные методики практические использования нейролингвистических исследований. Например, Елена Валентиновна вообще не смотрела научно-популярные тексты от слова совсем. То есть у нее были только тексты исключительно научного характера. Если мы вернемся немного назад... Они специализированные тексты или общенаучного характера? Конечно, только специализированные мы и на Киберленинге, и на всех остальных агрегатах научных статей, искали их исключительно по параметрам исключительно нейролингвистика. Я делаю такие выводы на основании того, что есть, если мы назад промотаем, пожалуйста, где методы физиологии, назад, 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 исследование встречать... Вот здесь вот этот и следующий слайд. Очень большой разброс в понимании предмета нейролингвистики. Вот если мы поговорим про Ольгу Дорогой, которая представляет высшую школу экономики, о чем она говорит? О том, что они занимаются только медицинским аспектом нейролингвистики, только этим. Трепанация черепа, серьезные медицинские вмешательства в головной мозг, например, при эпилепсии, и проводятся в Пироговской больнице операции с пробуждением. И вот они там предъявляют протокол медицинский. То есть вот там определено... Я в курсе, извините, просто в нашем кампусе есть тоже Центр Язык и Мозг, ответвление от Ольги Дорогой, и в нашем институте ортопедии и травматологии как раз эти операции наши студенты... То есть я здесь в курсе, но когда я слушаю наших нейролингвистов, мне там кажется очень такой закрытый термин аппарат, и он очень разветвлен. Вот именно. Да-да-да, вот в том-то и дело, что у них своя закрытая подсистема, и она коррелирует, да, вот если вы знакомы, да, вы тоже, наверное, подтвердите, если вы знакомы с этим интервью, в частности, в конце этого интервью речь идет о том, что есть очень разное понимание нейролингвистики сейчас. Вот, например, Евгений Федорович раз он говорил о речевой деятельности и психолингвистики. Говорят и о билингвах, ну, например, же вот в медицинском понимании билингвов не рассматривают, да, я вот про это имела в виду. Если мы вернемся чуть назад, да, то здесь физиология и нейронауки, совершенно другая терминология здесь используется. Если мы вернемся еще немножко назад, на предыдущий слайд, вот здесь, киберлейнг, почему я показывала, мы смотрели то, как представлены сейчас современные, максимально современные статьи по нейролингвистике. Там очень широкий разброс тематики, предмета и объекта данной на ум. Я поняла, да, что понимать под нейролингвистикой, да, согласна. Именно в этом смысле, да, спасибо за вопрос, он очень важный, очень сложный вопрос. И каждое направление развивается, но пока вот общего, может быть, они как-то разойдутся и в другое будет наименование этих направлений исследования, но пока вот русский язык не отражает единство, да, вот если мы смотрим на национальный корпус русского языка, он пока не отразил единство, да, низкочастотный этот термин, сам по себе термин нейролингвистика. И очень разное направление исследования. Я не говорю, вот здесь научно-популярный, да, конечно, это вот, и это тоже есть, скажем так, что сейчас встречается уже, конечно, не шесть упоминаний, как в национальном корпусе русского языка, если мы берем Webba the Corpus, то там, конечно, больше этих упоминаний и встречаемость данной единицы. Но опять-таки, очень широкий разброс от здорового мозга до больного, от билингва до монолингва, от детского мозга до взрослого, то есть вот здесь развивается активно, естественно, эта область исследований, но она настолько комплексная, что пока формируется очень активно. И это, наверное, прототермины, предтермины, о которых сегодня Сергей Викторович Гринёв говорил. Ещё быстрый такой комментарий, поскольку национальный корпус русского языка с 2019 года практически не пополняется, наверное, этот материал не очень верифицирован. Можно, пожалуйста, я сейчас, наверное, не буду... Вы знаете, вот только в прошлом году они порядка полутора миллиардов входных единиц добавили. Сейчас они работают вместе с Ян... Газетной, газетной. Нет, не только газетной, они очень активно просто в МГИМО тоже представляют свою продукцию. Можно зайти, я не буду сейчас отвлекать внимание, но здесь, позвольте, не согласиться, поскольку они каждый год показывают нам в МГИМО, здесь в МГИМО-1, в МГИМО-Вернацкого, в МГИМО-Ташкент презентуют результаты, и там миллиарды входных единиц. И газетный корпус, вот Татьяна Дмитриевна сегодня будет, наверное, о нем тоже рассказывать, Четверикова, которая работает с этим корпусом. Ну, то есть, он очень активно развивается, национальный корпус русского языка. А насчет вот этих шести единиц, да, я согласна, он не включает вот Web as a Corpus, Web as a Corpus, да, но это интересный такой момент, но и развивают они очень-очень активно так свой материал, я бы сказала, входной. Спасибо. Да, Эльвира Анатольевна. Валерина Александровна, и все-таки, вот, чтобы завершить ваше выступление, дайте свое определение, что же такое нейроинвестика. Можно слайд, пожалуйста. Вы знаете, Эльвира Анатольевна, я не решусь этого сделать, единственное, что я сделаю, это я покажу слайд, я скажу, что это предтермин и прототермин. Нет, он в конце презентации этот слайд вперед, не надо мотать. Дело в том, что очень разные есть области исследований. Я бы сказала, что это связано с исследованием речевой и мозговой деятельности. Вот так вот оформлю, что это область исследования, связанная с исследованием речевой и мозговой деятельности. в каком виде, на каком материале, дальше, пожалуйста, пролистайте, словарик покажите, пожалуйста. Еще, 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 все, назад, все, спасибо. Вот если бы мы могли увеличить, то есть вот здесь у нас приведены самые разные определения, которые дефиниции давали коллеги, мы их обрабатывали, но у нас их получилось четыре, в том числе на основе анализа тех экспериментов, которые ведутся, вот это третий случай, третий вариант дефиниции в высшей школе экономики. Есть тут материалы из открытой энциклопедии, на самом деле ссылка приведена, это по материалам Александра Романовича Лурии, как вы видите, да, и затем у нас есть еще несколько определений, но в целом я бы сказала, что это комплексная междисциплинарная область исследований, которая изучает речевую и мозговую деятельность. На этом я, пожалуй, на данном этапе закончу. Валентина Александровна, а можно все-таки, прошу прощения, Эльвира Анатольевна, если я перебиваю, я склинилась, прошу прощения, я просто вот который раз от вас слышу слово прототермин, насколько я понимаю, вот Сергей Викторович вкладывал в это слово, в это понятие все-таки элемент какого-то донаучного знания, а вы говорите все-таки о науке нейролингвистики или же нет? Потому что предтермин, это я еще могу согласиться, когда понятие еще до конца не выкристаллизовалось, оно еще вот формируется. А прототермин, ну это же донаучный период, о каком прототермине тут можно говорить? А прототермин можно говорить, когда мы имеем в виду тот текстовый материал, который не является научным, и его сейчас очень много, и там совершенно другие дефиниции, совершенно другое, совершенно другое понимание нейролингвистических исследований, и их очень много, то что вот мы смотрели, курсов предлагается, еще раз повторю, огромное количество в сети, вот если посмотреть сейчас количество слов употреблений, и скорее всего, скорее всего, вот эта терминология в науке вряд ли она приживется, то есть разного качества предлагаемые курсы, то, что мы успели посмотреть, и вот здесь, мне кажется, есть смысл говорить о таком промежуточном варианте статуса этих лексических единиц, которые в методических, в учебных целях, на, может быть, научно-просветительских целях, очень много видеоматериала такого сейчас по нейролингвистике, которые действительно предтерминами сложно назвать, во всяком случае, с точки зрения нынешнего состояния и с нашей точки зрения. Я с вами соглашусь, что это разный статус. Ну да, тогда надо говорить о каком-то либо о этимологизации, либо о каком-то псевдонаучном толковании, псевдонаучной интерпретации, квазинаучной, но всё-таки не о прото-термине, но на мой взгляд, вот всё-таки для меня это вот нонсенс, что вы употребляете в таком значении это слово. Спасибо. Спасибо. Ну, для нас тоже казалось многое из того, что мы читаем нонсенсом, честно уж, раз это прозвучало, я могу сказать, то есть то, что встречается и выдается сейчас за нейролингвистику, часть материала, раз уж так прозвучало сейчас, то это действительно звучало как нонсенс, но мы должны были это зафиксировать, раз попался нам этот материал, текстовый, на русском языке используется данная единица, вот просто как слово, но это не термином, ничем не назовёшь, да, квази-термин, может быть, мы поскромничали, попытались быть политкорректными, псевдо-термин тоже мы как-то не решились так назвать, я согласна. Ну, псевдо-термин это немножко другое, это же всё-таки термин, просто он используется в другой трактовке, в другой интерпретации, может быть, в какой-нибудь там, в ненаучной, это научно. То есть здесь единицы, да-да-да, спасибо большое, это очень интересный вопрос определения статуса этих единиц, особенно, когда терминология формируется, и она формируется по очень разным направлениям, и они действительно закрытые, вот эти направления, в чём-то, да, и они иногда вообще пересекаются, вот ещё раз скажу, что я общего могу сказать, это то, что они изучают речевую деятельность, вот если это лингвистика, и поскольку она нейролингвистика, это мозговая деятельность, вот прям вот так скажу, и с помощью современных методов, как правило, там речь идёт о методах всё более и более утончённых, цифровизованных методах обработки получаемых данных. Спасибо. Спасибо большое, коллеги, мне очень приятно, что так много вопросов, я думаю, что мои коллеги тоже, которые в аудитории находятся, нам тоже очень приятно получить обратную связь, мы с удовольствием продолжим исследование, используя ваши вопросы. Юль Борисовна, я вам передаю слово. Дальше мы передаём слово Сергею Дмитриевичу Шелову, главному научному сотруднику отдела культуры русской речи, руководителю терминологического центра доктора филологических наук, и четверикову Татьяне Дмитриевне, научному сотруднику отдела культуры русской речи института русского языка имени Виноградова, кандидату филологических наук. Добрый день, уважаемые коллеги, слышно ли меня? Меня Сергей Дмитриевич сегодня покинул, поэтому мне придётся одной выступить сегодня за него, хотя вот наше с ним сегодняшнее выступление будет касаться частеречной характеристики термина, о которой не раз говорил Владимир Моисеевич в своих работах, приводя классификацию терминологического материала по частям речи, он говорил о этих терминах существительных, терминах прилагательных, терминах глаголов. Следующий слайд, пожалуйста. В отечественной терминологии не раз поднимался вопрос о грамматической выраженности термина. Ряд учёных придерживается мнения о том, что термин может быть выражен только существительным или субстантивным словосочетанием, то есть словосочетанием, в котором синтаксически главным словом выступает существительное. Однако всегда были представители терминологов и языковедов, которые полагали, что субстантивность это не единственная форма существования термина, и что термин может быть выражен не только именем существительного. В современном терминовиде такая точка зрения является преобладающей, все чаще прослеживается в ряде работ современных. Нас, однако, будет интересовать обоснование этой точки зрения, а не простая ее констатация. В самом деле, почему все-таки положение об исключительно субстантивной форме существования термина является несправедливым? Почему настоятельно необходимо допускать существование также и терминов глаголов, и терминов приводательных? Как представляется, имеется два ряда аргументов в пользу этого утверждения. Первый ряд имеет скорее практический характер и сводится к учету словников реальных терминологических словарей. Включаются или не включаются в терминологические словари несубстантивные лексические единицы? Если да, то это аргумент уже в пользу допущения несубстантивных форм терминологии. Если нет, то это аргумент в пользу отсутствия терминологии несубстантивных терминов. А второй ряд доводов в пользу существования несубстантивных терминов является более теоретическим. Так, для признания справедливости этого тезиса достаточно привести несубстантивные примеры явно терминологического характера, для которых вообще не существует соотносящихся с ними соотношениями словообразовательной или синтаксической производности субстантивных лексических единиц, которые сохраняли бы специально понятийное содержание несубстантивных терминов. Следующий, пожалуйста. Обратимся сначала к доводам первого ряда. Так, например, в известном словаре-справочнике лингвистических терминов Розента и Теленковой посмотрели и обнаружили, что в одной единице могут быть не только существительные или именные словосочетания, но и прилагательные. При этом некоторые прилагательные входят в состав терминологического и именного словосочетания, но все равно требуют самостоятельной словарной статьи. Например, наряду с устойчивыми терминологическими словосочетаниями разговорной речи, разговорной стихи, есть и вокабло-разговорный, или эмоциональная лексика, эмоциональное междометие, но также есть и словарная статья для прилагательного эмоционального. Имеются случаи, когда наряду с существительным дается отдельная словарная статья для его производного, выраженного именем прилагательного. Ну вот, например, оказинализм и дается отдельная словарная статья оказинальной. Просоди, просодический и так далее. На наш взгляд, необходимость использования в качестве входного слова имени прилагательного обусловлена тем, что значение прилагательного настолько расширяет свои семантические границы, что выходит за рамки только характеристики существительного и таким образом становится самостоятельным термином. Довольно много случаев, когда прилагательное является основным и единственным входным словом, не субстантивируясь и не входя ни в какое именное словосочетание, которое было бы в одной единице в упомянутом нами словаре. Ну вот, некоторые примеры мы нашли, автосемантический, временной, сигнификативный, экстралингвистический и так далее. Следующие, пожалуйста, слайд. Термины, выраженные глаголом, также все чаще становятся входной единицей и в современных терминологических словарях. Так можно вот привести примеры терминов-глаголов, которые невозможно, скажем, субстантивировать без потери специального значения. И вряд ли стоит к этому стремиться при составлении терминологических словарей. Ну вот, там яркие примеры артикулировать, но артикуляция явно не журналистам приводит смысл. И также и другие, которые выведены на слайд. Не буду останавливаться. В работе одного из авторов данного доклада в связи с обсуждаемой темой утверждается, что в терминологическом словаре, ориентированном на понятийную семантическую систему данной области знаний, нет необходимости иметь на входе, во что бы это ни стало, именные формы, а тем более все именные формы. Достаточно определить лишь ту форму терминологического выражения, которые требуют своей дефиниции в данной предметной области. Таким образом, тезис о том, что термин это всегда либо существительное, либо субстантильное словосочетание, вряд ли может быть принят для установления языковой специфики термин. Следующее. Следующее, пожалуйста. А теперь обратимся к доводам второго рода. В ходе разработки словаря лексики терминологического профессионального характера, который сообщалось неоднократно и на конференции МГИМО и в некоторых наших публикациях, мы обратили внимание на следующие лексические единицы, которые приведены сейчас на экране. Я не буду их повторять, но, наверное, нетрудно будет увидеть, что эти единицы не связаны словообразовательными отношениями с какими-либо иными существительными, имеющими тоже понятийно-смысловое содержание. Следующий слайд, пожалуйста. В самом деле, сами эти единицы не являются производными от каких-либо субстантилов. В то же время теоретически возможные существительные на ось, соответствующиеся, соотносящиеся с ними, не встретились нам ни в словарях, ни в каких-либо соответствующих текстах. Ну, вот латеральность, теоретически, конечно, она может существовать, но мы также, работая с национальным корпусом русского языка, ни в основном корпусе, ни в газетном корпусе, мы не нашли таких слов. Но то же самое будет относиться к некоторым другим представленным словам. Можно пофантазировать и посочинять, конечно же, но пока мы таких слов не нашли. В этом смысле эти единицы, независимо от многочисленности или немногочисленности, являются, как нам кажется, вполне убедительным языковым материалом пользу существования несубстантивных терминов. Ну, на этом, я тут не буду долго останавливаться, примеры на экране, а в заключении мне хотелось бы уже отступить немножко от научной дискуссии. И, ну, никак не могу, конечно, не сделать такое лирическое отступление уже от себя лично, как от Четвериковой Татьяны Дмитриевны, уже не в связке с Сергеем Дмитриевичем, вот, а, естественно, вспомнить нашего дорогого Владимира Моисеевича и сказать, что вообще для меня огромная честь быть в ряду его друзей, коллег, учеников. Мое вообще с ним общение оставило очень доброе впечатление. Можно переизвестить слайд? Вот, спасибо большое. Я, как таковой, не была именно непосредственной ученицей самого Владимира Моисеевича, а познакомились мы в 2008 году, и уже этот год упоминался, как тоже для кого-то очень такой ключевой. Вот, как раз я была тогда аспиранткой, и моим руководителем был солганик Григорий Яковлевич, и одновременно он был и близким другом и коллегой с Владимиром Моисеевичем. И вот встал вопрос об оппонировании моей диссертации. Как раз вот тут-то мы и познакомились с Владимиром Моисеевичем. Вот, и, конечно, представить себе более мягкого, доброго, внимательного, понимающего, поддерживающего оппонента, ну просто нельзя себе представить, как Владимир Моисеевич. И после защиты мы с ним еще вот общались, к сожалению, недолго, всего там получилось пять лет, но тем не менее, мы общались так добрые друзья, потому что с ним стирались границы возраста и статуса, этого совершенно не чувствовалось. И что интересно, тоже будьте добры, перенесните, пожалуйста. И что интересно, именно Владимир Моисеевич познакомил меня со своим другом и коллегой Сергеем Дмитриевичем Шиловым, с которым мы до сих пор работаем вместе. И у меня появился еще один наставник и хороший тоже друг в лице Сергея Дмитриевича Шилова. Мы до сих пор с ним работаем в институте русского языка и винограда. Так Владимир Моисеевич сыграл очень важную роль в моей профессиональной жизни, в моем становлении. И стал примером того, каким должен быть учитель, ученый, друг и человек. И, наконец, закончить свое настоящие лирическое отступление мне хотелось бы небольшим стихотворением, в котором я хочу выразить уважение, благодарность и любовь к моим учителям, которых, к сожалению, уже нет. Уходят в мир иной мои учителя, уходят молча, незаметно, оставив здесь учения семена в учебниках своих авторитетных. Уходят неожиданно и тихо, без предварительных прощаний и без слез. Недавно юбилеи исправят лихо, теперь они покоятся без слез. Уходят без оваций и без грима, уходят просто и без суеты. Их жизнь уже не каталина, но делай, продолжишь ты. Я думаю, что это относится к каждому из нас. Теперь благодарю вас за внимание. Татьяна Дмитриевна, большое спасибо вам за доклад. Скажите, есть ли вопросы, может быть, к Татьяне Дмитриевне? У меня есть вопрос. Татьяна Дмитриевна, я хотела бы задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, я помню, когда готовилась с точки зрения теоретического подхода, побольше узнать про терминоведение, когда только начинала исследовать терминоведение, что в основном в учебниках пишут, что обычно термин – это noun phrase, существительное или словосочетание. Да, и многие говорят, что это как бы не совсем так, что это может быть и глагол, да, и какая-то более, ну, это фраза, может быть. У меня такой вопрос. Скажите, а вы рассматривали, может быть, что в английском языке, например, это в большей степени, там, может быть, что это только существительное или словосочетание, а в русском языке как-то по-другому с точки зрения разных языков из аналитизма или, может быть, синтетического характера языка? Смотрели как-то так или нет? Просто интересно. Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Я, к сожалению, иными языками, кроме русских, не занимаюсь и не сравниваю, не занималась сравнительными. Нет, скорее всего, Сергей Дмитриевич. Я думаю, что он этим занимался, и он бы вам с удовольствием бы сейчас ответил. Вот я, к сожалению, нет, только вот русской терминологии, поэтому вот сказать здесь, к сожалению, ничего не могу. Спасибо вам большое. Да нет, за что тут уже. К Сергею Дмитриевичу надо на эту тему поговорить. Спасибо большое. Дальше мы передаем слово Елене Иосифовне Головановой, доктору филологических наук, профессору Челябинского государственного университета. Елена Иосифовна, вам слово. Большое спасибо, коллеги. Я благодарю организаторов за приглашение, за возможность участвовать вот в этом замечательном действии. Трудно переоценить тот вклад, который внес Владимир Моисеевич в теорию и методологию терминоведения. И, конечно, глубоких, умных исследователей, ученых много, но вот таких действительно чутких, интеллигентных, теплых, близких вот таких людей очень мало. И именно им посвящают именные конференции, памятные вот такие семинары, круглые столы и встречи. Именно таким человеком был Владимир Моисеевич. Он был моим официальным оппонентом, был моим коллегой. Мы много встречались. Он был у нас в Челябинске и до сих пор его помнят, вспоминают душевно. Так что я с удовольствием откликнулась на эту информацию о проведении круглого стола и с удовольствием участвую. Итак, константы и варианты реализации семантического потенциала общего потребительного слова в составных терминах. Одной из важных проблем изучения термина, на которую обращал внимание Владимир Моисеевич, и об этом сегодня много говорили, вот о теории структуры термина, является взаимодействие терминологии с естественным языком, наряду с конструированием обозначений на основе греко-латенских терминолиментов и заимствованием из других языков, термины по-прежнему создаются с использованием средств естественного языка, морфологическим, синтаксическим, морфолого-синтаксическим или семантическим путем. При этом в терминологии своеобразно используется семантический потенциал слов общего употребления. Профилируются именно те лексические значения, которые позволяют точно передать содержание понятий в определенной области специального знания. Попробуем рассмотреть особенности репрезентации специальных знаний на примере номинативных сочетаний со словом «прямой». Какая-то часть этих терминов имеет соответствие в иноязычных терминах системах, но некоторые наименования выступают уникальным для изучения материалом. Примечательно, что значительная часть составных терминов, включающих компонент «прямой», представлена в лингвистической терминологии. Достаточно назвать такие примеры, как «прямая речь», «прямое значение слова», «прямое дополнение», «прямой порядок слов». В каждом из этих терминов у слова «прямой» актуализированы разные значения. «Прямая речь» — это чужая речь, переданная дословно, без искажений. «Прямое значение» — это основное значение слова «прямое дополнение» по словарю Ольги Сергеевны Ахмановой, дополнение, в котором предметно-процессное отношение имеет характер непосредственного воздействия на предмет, полностью охватываемый процессом. «Прямой порядок слов» — тоже, что порядок нормальный, и здесь я ссылаюсь также на словарь Ахмановой. Такое расположение составляющих предложений, которое является общепринятым наиболее распространенным в речи на данном языке. В качестве наиболее значимых признаков, терминируемых в понятии, здесь, как видим, выделены признаки «неискаженный», «основной», «непосредственный» и «нормальный». Разумеется, эти признаки не являются тождественными, хотя все они так или иначе коррелируют с семантическим потенциалом прилагательного «прямой» в общенациональном языке. Как отмечает Макс Фассмер, прилагательное «прямой» восходит к древнерусскому слову «прям» со значением «прямой», «правильный», «честный», «простой», которое соотносится со старославянским «премь», сербо-хорватским «према» напротив. Лингвист усматривает здесь связь этого слова с греческим «промос», «передний», «стоящий во главе». В историко-этимологическом словаре современного русского языка Павла Яковлевича Черных указывается, что в древнерусском языке первоначально с XI века были представлены предлог «прямо» со значением «против», «впереди», «по направлению к», и наречие «прямь», «прямь» в значении «прямо» правильно. Прилагательное «прямой» встречается в древнерусских письменных памятниках лишь XIII века. Автор утверждает, что данное слово является трудным в этимологическом отношении. Вероятнее всего, оно восходит к индоевропейскому корню «пер», «пра» и «про». Здесь же приводится три значения прилагательного «прямой». Простирающийся ровно в одном направлении вперед, без изгибов или уклонов. Второе значение – непосредственно относящийся к чему-кому-либо. И третье – бесхитростный, откровенный. В этимологическом словаре современного русского языка Александра Константиновича Шапошникова указывается, что данное слово возникло из праславянского «прем» на базе наречия «према», восходящего к индоевропейской основе «пра» и «про» со значением «вперед», «впереди». Автор приводит семь значений прилагательного в современном русском языке. Ровно идущий в каком-либо направлении без изгибов, непосредственно следующий куда-либо, соединяющий что-либо без промежуточных пунктов, непосредственно относящийся к кому-чему-либо, непосредственно вытекающий из чего-либо. Четвертое значение – явный, открытый. Пятое – правдивый, откровенный или нелицемерный. Шестое – действительный, настоятельно необходимый, безусловный. И, наконец, полный, совершенный, такой, при котором увеличение или уменьшение одного вызывает увеличение или уменьшение другого. О различиях в использовании общепотребительного слова в качестве термина-элемента свидетельствуют противопоставленные понятия, выраженные в языке с помощью разных атрибутивных элементов словосочетания. Так, например, для приведенных нами лингвистических терминов антонимами выступают прямая речь, косвенная речь, прямое значение – переносное значение, прямое дополнение – косвенное дополнение и прямой порядок слов, обратный порядок слов. В словаре лингвистических терминов Ольги Сергеевны Ахмановой, а также в историческом словаре русской лингвистической терминологии Елены Александровны Шерстянниковой представлен еще ряд терминов, включающих атрибутивный элемент «прямой». Анализ дефиниции этих терминов позволил сгруппировать их в четыре разряда в зависимости от актуализации значений прилагательного. Самую многочисленную группу лингвистических терминов с компонентом «прямой» 8 единиц объединяет актуализация значения первичной, истинной. Например, прямое значение слова, прямой падеж, именительный, прямая форма глагола, инфинитив, прямой предлог, непроизводный, прямое наклонение, изъявительное, прямое согласование, прямая переходность, прямой вопрос. Квалификатором указанного значения прилагательного в дефинициях выступают слова основной, самостоятельный, первичный, в собственном смысле. Например, термин «прямой вопрос» имеет следующее определение. Вопрос в собственном смысле слова, то есть содержание вопросительного предложения, как обращение к слушающему за информацией, в отличие от косвенного вопроса, лишь сообщающего о такой ситуации. Цитата из словаря Ахмановой. Вторая группа составных терминов «пять единиц» выделена нами на основе реализации значения прилагательного непосредственной. Прямое заимствование из одного языка в другой, прямой перевод, прямое дополнение, прямое управление, прямой объект. Квалификаторами этого значения в дефинициях терминов выступают слова непосредственно, непосредственно и без посредства. Например, у термина «прямое управление» Ахманова приводит синонимы «управление беспредложное», «управление непосредственное» и дают следующее определение. Управление, осуществляемое данной лексемой, без посредства предлога в качестве связующего служебного слова. Третья группа терминов с компонентом «прямой» «четыре единицы» актуализирует значение «содержательно неосложненный». Прямой порядок слов, прямая коммуникация, прямой речевой акт, прямое сложное слово. Квалификаторами этого значения в дефиниции выступают слова «нормальный», «нормированный», «естественный». Например, Вадим Викторович Дементьев определяет прямую коммуникацию как упорядоченную, нормированную, формализованную, противопоставляя ее непрямой коммуникации как неупорядоченной, ненормированной, неформализованной, содержательно усложненной коммуникации, в которой понимание высказывания предполагает учет смыслов отсутствующих высказываний и требующих дополнительных интерпретационных усилий со стороны адресата. И, наконец, четвертая группа терминов представлена двумя составными наименованиями, актуализирующими значения «неискаженный» «прямая речь» и «прямое цитирование». Квалификаторами в дефинициях являются слова «неизменно», «буквально», «дословно», «дословный». Например, прямое цитирование, «дословное воспроизведение чужой речи». Сопоставление актуальных значений слова «прямой» в составе лингвистических терминов с его семантическим потенциалом, включая значения, представленные в памятниках письменности, позволяет утверждать, что важнейшими для лингвистического знания концептуальными признаками, реализуемыми прилагательным «прямой», являются признаки простой, первичной, непосредственной истины. Для выражения лингвистических понятий с противоположным значением в терминологии используются прилагательные «косвенный» в большинстве случаев, а также обратный, непрямой, вторичный, переносный. Заметим, что устаревшим значением слова «косвенный» является «косой». Сравните с антонимом слова «прямой» в русском языке «кривой». Укажем также на противопоставленные понятия в типографской терминологии. Прямой шрифт, наклонный шрифт и частная разновидность последнего – «косой шрифт». Прямым называется шрифт, у которого основные штрихи в большинстве букв перпендикулярны к их нижней линии. Если основные штрихи букв наклонены по отношению к вертикали вправо или влево приблизительно на 15 градусов и образуют с нижней линией шрифта угол приблизительно 75 градусов, а начертание всех букв построено по принципу прямого шрифта, такой шрифт называется наклонным. Шрифт, который характеризуется наклоном влево, называется косой или шрифт с обратным наклоном. Как видим, здесь актуализируется связь слова «прямой» не только с формой динатата, но и с представлением о его пространственном расположении, вертикальном. Сравните прямо стоячие стебли в терминологии биологии. Связь с вертикальным положением предмета обнаруживается и в морском термине «прямой парус». В определении указывается, что это парус, имеющий форму равнобокой трапеции, устанавливаемый поперек судна и крепящийся креем. Таким образом, зафиксированное в этимологических словарях значение «напротив» здесь оказывается вполне релевантным. Парус, поставленный против попутного ветра, позволяет судну развивать высокую скорость. О связи с признаком «противоположный», «перпендикулярный» свидетельствует в физике термин «прямой скачок уплотнения», скачок уплотнения, поверхность которого перпендикулярна направлению потока газа. В математике «прямой» называется призма, у которой боковые ребра перпендикулярны плоскости основания. В партняжной терминологии «прямой ворот» — это стоячий ворот, застегивающийся посередине. Его расположение перпендикулярно линии плеч. В рентгенографии снимок прямой проекции означает, что излучение проходит через исследуемый участок строго в передне-заднем направлении, то есть рентгеновские лучи направлены перпендикулярно по отношению к плоскости тела человека. Большое количество терминов, включающих компонент «прямой», представлено в физике и математике. В математике, например, актуализированы следующие значения. Первичный. Сравните прямой двоичный код. На его основе строится обратный двоичный код, а затем дополнительный двоичный код. Прямая линия, алгебраическая линия первого порядка в декартовой системе координат. И другое значение, простейшая из линий. Прямая задача — определение чего-либо по заданным параметрам. И еще одно значение, обратившее на себя внимание. Равный, соотносительный. Сравните прямой угол. Угол равный своему смежному. Прямая пропорция, прямая пропорциональность, прямая проекция, картографическая проекция данной уравнениями. Второе значение редко актуализируется в словарях, но оно присутствует и в других терминологиях. Например, в тепловых двигателях применяется прямой термодинамический цикл, при котором к рабочему телу подводится большее количество теплоты при большей температуре и отводится меньшее количество теплоты при более низкой температуре. Здесь речь идет о равновеликом соответствии. В производственной терминологии используется понятие «прямоток», под которым понимается одинаковое направление потоков жидкости или газа. Обращает на себя внимание, что в терминологиях многих областей деятельности при использовании термина элемента «прямой» значен концептуальный признак без промежуточных стадий, то есть простой, неосложненный путь достижения результата. Так, в металлургической терминологии «прямое восстановление железа» это процесс получения железа и стали непосредственно из руды или рудного концентрата, минуя стадию выплавки из чугуна. В сельскохозяйственной терминологии «прямое комбинирование», такое, при котором получение основной продукции происходит за один проход уборочного агрегата. В политехническом словаре зафиксирован термин «прямые красители», органические красители, окрашивающие волокно без применения протрав, ну и так далее. В терминологии маркетинга «прямой маркетинг», вид продвижения, который предполагает передачу информации о продукте, услуге или компании потребителям без привлечения третьих лиц. Вот этот пример можно интерпретировать и как пример актуализации концептуального признака «непосредственный». Этот признак, пожалуй, является самым востребованным в различных терминологических системах. Финансовые терминологии «прямое банковское кредитование», «непосредственное участие банка своими судами в формировании основных и оборудованных средств предприятий компании». Аналогично «прямое налогообложение», «прямое ассигнование». Физическое терминологии «прямое измерение», «нахождение значений искомой физической величины» «непосредственным измерением при помощи измерительного инструмента или прибора», «противоположное косвенное измерение». В юриспруденции «прямое доказательство», «доказательство», при котором справедливость суждения «непосредственно обосновывается на основе истинности приводимых аргументов». В военной терминологии «прямая наводка», «наводка орудия», при которой оптическая ось перекрестия прицела «совмещается непосредственно с целью пристрельбе с открытых огневых позиций». То же самое «прямое попадание», «попадание боеприпаса непосредственно в цель». В компьютерной терминологии «прямой доступ к памяти», «способ передачи и получения информации от внутреннего и внешнего устройств в оперативном запоминающем устройстве без обращения к центральному процессору компьютера». В медицинской терминологии «прямое переливание крови непосредственно от донора к больному», «прямой массаж сердца на открытом сердце». В литературовической терминологии «прямая экспозиция», «непосредственно данная в тексте предыстория событий, лежащих в основе литературного сюжета, противоположное понятие «рассеянная экспозиция». В ходе исследования мы обратили внимание на то, что выделенные во всех толковых словарях русского языка в качестве основного прилагательного прямой значения ровно вытянутые в каком-либо направлении без изгибов, то есть связанное с восприятием внешнего вида формы предмета, не является доминирующим для специальных областей знаний и деятельности. Хотя в терминологии это значение также может быть актуальным. Например, прямая кишка в медицине, прямое сверло в технике, прямой крой в партняжном деле, прямое весло, прямой удар по воротам в спорте, прямой диван в мебельном производстве. Чаще всего это значение реализуется в терминах сложной морфологической структуры с элементом прямо, прямобортный, прямокрылый, прямозубый, пряморастущий, прямослойный, прямоствольный и другие. То же касается и направления движения. Так, например, в политехническом справочнике, где в целом представлена 31 статья со словом прямой и 29 статей со сложным словом, включающим элемент прямо, содержится термин «прямая лопата» — рабочий орган одноковшового экскаватора в виде укрепленного на рукояти ковша, копающего в направлении от машины и вверх. Здесь актуализировано направление движения прямо и вперед, зафиксировано в этимологических словарях. Ну и о прямой линии, выстраиваемой умозрительной, причем эта линия может быть как горизонтальной, так и вертикальной, свидетельствуют такие термины, как, например, юридическая терминология, прямая линия родства, прямой наследник, то есть родословная при этом ведется от отца к сыну, от сына к внуку. В военной терминологии прямой выстрел, выстрел из оружия, при котором траектория снаряда пули образует прямую линию, не поднимаясь над заданной высотой цели. Или в астрономии прямое движение планет, наблюдаемое с Земли, перемещение планет с запада на восток в соответствии с движением вокруг Солнца. Как показал проведенный анализ, доминирующим для специальных областей знаний и деятельностей при использовании прилагательного прямой в качестве термина-элемента оказывается значение, непосредственно связанное с чем-либо. Его можно назвать константным. За этим значением стоит концептуальный признак временной или пространственной смежности предметов и явлений, а также их зависимости друг от друга, наличие системных отношений между ними. В лингвистической и математической терминологии прилагательного прямой отмечается значение первичное, не зафиксированное словарями литературного языка, а в математике и некоторых других областях реализуется значение равный, соотносительный, как результат семантического развития слова. Это можно считать как раз вариантами реализации семантического потенциала прилагательного прямой. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Осиповна, за ваш доклад. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Спасибо большое, все слушали внимательно. Очень интересно, большое спасибо. Можем перейти к Юлии Георгиевне. Далее слово предоставляется Кокорина Юлии Георгиевне, доктору филологических наук, профессору Московского политехнического университета. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Видна ли моя презентация? Да, видно ли. Уважаемые коллеги, я хочу искренне поблагодарить организаторов за приглашение на такое чудесное мероприятие. Здесь было сказано многих теплых слов о Владимире Моисеевиче. Я хочу, в свою очередь, сказать о его высокой порядочности и настоящем мужестве и героизме, когда он защищал меня, взъерошенного лохматого археолога, который пришел в лингвистику и учил вму разуму, в том числе и в плане лингвистическом. Спасибо огромное за организацию подобной конференции. Итак, вы видите тему моего выступления, интеллектуальные возможности человека, проблемы терминологического образования. Дело в том, что для человека и как биологического объекта свойственны различные стадии эволюции, как социального, духовного и мыслящего существа. Эти стадии в его эволюции выделили Юлия Леонидовна Щапова и Сергей Николаевич Гринченко, ведя понятие археологической эпохи от формирования начала человечества до современного хомо-технологикус, который является современным биологическим видом. Всего Сергей Николаевич и Елеонидовна Щапова выделили семь видов субъектов археологических субэпох. Вы здесь видите их на таблице. Вместе с временными пределами. Вместе с временными пределами. Термины – это латинские, которые обозначают биологический вид того или иного существа. Всего терминологические обозначения мыслительных способностей людей предлагаются следующее. Для хоминид – сознание, для хомо хабелис археолитикус – рассудок, для хомо археопалеолитикус – ум, для хомо мезопалеолитикус – разум, для хомо сапиенс, виды которых неоднократно напоминаются в археологической литературе и которые не сводятся к одному виду – интеллект. И, наконец, хомо сапиенс технологикус наряду с интеллектом и всеми предыдущими типами мышления имеет место термин «искусственный интеллект». Давайте разберем каждый биологический вид и особенности их мыслительной деятельности. Итак, хоминоидея – существо, для которого свойственны создание племенно систем, использование псевдоприспособлений, появление формационной технологии согласно сигнальных звуков, позы движений. А это еще не человек, далеко не человек. Это только предок человека, человекообразное существо. У него псевдоприспособление, то есть первое орудие, которое даже орудиями еще назвать нельзя. Для его интеллектуальных способностей предлагаю применить термин «сознание». Сознание используют психологи, характеризуя, как психологический образ продукта, как цели, должен существовать в сознании и субъекта. Сознание – это термин многозначен. Он переводится как состояние совместного знания, личной осведомленности или бледительного бодрствования. Как латинское слово «консенсия», современное французское слово потребляется в общих значениях. Нравственное начало – совесть, когнитивная способность к рефлексии. Следующий вид сознательных существ – Homo habilis. А это существо демонстрирует первые, собственно, трудовые навыки. Оно создает первое каменное орудие. Оно начинает образовывать первое сообщество людей и организует стоянки различного хозяйственного назначения. Для характеристики мысленной способности Homo habilis предлагаю использовать термин «рассудок». Вы видите, как этот термин определяют это слово. Различные словари. Способность логически мыслить, рассуждать и осмысленно действовать. Для Homo archiopaleoliticus, который имеет еще одно название, Homo habilis, в русском переводе имеется слово «человек умелый». Тогда как анализ словарного значения Habilis показывает всевозможные значения этого слова, кроме «умелый». Юлия Леонидовна Чапа установила, что Homo habilis – это человек способный. Поэтому его мыслительные способности можно характеризовать термином «рассудок». Слово «ум» является переводом древнегреческо-философского понятия «нус». Вы видите спектр его значения, приводимый в словаре Ушакова. Этот термин предлагаю использовать для Homo mesopaleoliticus. Homo mesopaleoliticus создает первые бифосы, или, как их называют в русской литературе, ручные рубила. Появляются первые орудия, напоминающие стопоры. Развивается тип ретуши, образует обработки режущего края креневого оружия. Для него рекомендую использовать термин «разум». Разум в античной философии имел три ключевых термина, которые выражали различные смысловые оттенки понятия. «Ratio», «nus», «furnesis» и тому подобное. Вы видите спектр этих значений. «Logos» – вербальный или логический разум. «Rnus» – как высшая когнитивная способность. И «furnesis» – как разум соображения практической мудрости «здравый смысл». Homo sapiens Со всеми различными видами Homo sapiens. От paleolithicus до neometallicus, то есть от каменного века верхнего палеолита до железного. Он достиг значительных успехов в развитии идеальной духовной культуры, что отразилось в формировании цивилизации больших рек, в информационной технологии речи, письменности и книгопечатания. Для него интеллектуальной способности предлагаю использовать термин «интеллект», который обосходит к латинскому переводу древнегреческого «no sum» понимания. Общая познавательная способность, которая проявляется в том, как человек воспринимает, понимает, объясняет и прогнозирует происходящее. Все полученные результаты я свела вот в такую таблицу. Разделив свойства, обозначающие материальное производство, социальное производство и духовное производство, для каждого из видов мыслительных способностей – сознание, рассудок, ум, разум и интеллект. Вы видите, что здесь проявляется коммулятивная способность человека и коммулятивная способность термина. То есть интеллект содержит признаки всех значений, свойственных сознанию, рассудку, ум и разуму. И, наконец, этапы развития археологической эпохи, которая шла от биологической к идеальному, от предыстории в археолите к культурам бронзы и железа, от сигнальных пост, звук и движений к речи и письменности. И что говорил Никита Моисеева об интеллекте? Рождение интеллекта – это начало нового при процессе единого развития материального мира. Поэтому для homo happy sapiens technologicus современного типа человека предлагали использовать наряду с интеллектом термин «искусственный интеллект». Когда вместе, как говорил Никита Моисеев, в нашу жизнь с компьютером вошло устройство, знаменившее не руки, а мозг. Итак, сознание – мыслительная способность homo idea, характеризующая человеческую психику, способная обеспечить начало материального производства. Рассудок – мыслительная способность homo habilis, способная обеспечить коллективное, материальное и начало социального производства. Тоже можно сказать о уме, как мыслительная способность archiopaleoliticus развивать материальное и социальное производство. Разум – мыслительная способность homo meso palaeoliticus развивать социальные и начатки духовного производства. И, наконец, интеллект и искусственный интеллект, способность мыслящего существа создавать и получать информацию и создавать современные технические устройства для переработки информации. У меня всё. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юлия Георгиевна. Есть ли какие-то вопросы к Юлии Георгиевне? Есть ли? Секунду. Юлия Георгиевна, спасибо большое за ваш доклад. Каждый раз, если честно, вы как волшебница из Хогвартс, всегда на латинском, много латыни. Но это очень всегда здорово, всегда интересно слушать ваши исследования. У меня такой вопрос, поскольку вы специалист в такой узкой специальной терминологии, такой вопрос. Вы когда-нибудь пробовали узнать, как нейросеть отражает все эти термины? Корректно, некорректно? Вот даже по терминам, например, разум. Если, например, вбить, даже по вашей теме, интеллектуальные возможности человека, и какой там терминологический аппарат. Вот все ли эти термины используются, и насколько нейросеть подкована вот в этой теме? Спасибо большое, если вы ответите, будет очень здорово. Спасибо большое за идею. Нет, к проблемам нейросети я, к сожалению, не обращалась. Это новый ракурс данной темы. Спасибо за идею, надо будет изучить. Спасибо. Спасибо. Юлия Борисовна, может быть, хотела уточнить, вот часто же сейчас многих волнует, есть ли сознание у нейросети, да, вот сейчас же это прозвучало, что даже у первобытного человека, предполагается, было сознание, пусть не было интеллекта. Вот, кстати, интересный поворот. Я только сейчас вот впервые задумываю, да, первобытный человек, у него не было интеллекта, но было сознание, а нейросети, это же наоборот, я правильно понимаю, да? Наверное, студенты скажут сейчас лучше, чем мы. Есть интеллект, но нет сознания, правильно понимаю? Да. Ну, конечно, всем хочется поговорить с Алисой, и мы как одушевление, да, анимализм такой первобытный, наверное, да, как одушевляли силы природы, помните, да, а так вот сейчас, ну, Алису же наделяют некоторым людям, да, кажется, да, при общении, да, я такое слышала, что электронный пылесос ездит по комнатам, а люди ему свет включают, ну, из лучших побуждений, понимаете, это же такой, какой интересный сейчас у нас ракурс получился, благодаря Юлии Георгиевне, Юлии Борисовне, которая вопрос задала, да, и действительно нейросеть – это интеллект разной степени, там, осознанности, корректности и некорректности, о чем сегодня тоже говорили, да, параметры совершенно другие, они же не семантические, они формальные параметры, правильно же, да, потому что семантику нейросеть поправят меня, более сведущие студенты, наверное, может воспринять только в виде какой-то материальной оболочки, да, цифрового какого-то сигнала, правильно? Соответственно, только формальные критерии, у нас другие критерии, вот очень интересно, как-то вот с первобытными людьми мы никогда не пытались нейросеть вообще, сопоставить, вот что у нас сегодня случилось. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Так, мне надо уже говорить. Представляете, действительно, это целое направление исследования, вот этот вот перечень сегодня, которые термины были озвучены, да, как человек развивался с точки зрения археолога, представляете, историка, да, антрополога, и как развивается нейросеть. Слушайте, какое мы новое сегодня направление в лингвистике просто, можно сказать, определили, как возможный вариант. Спасибо вам большое, Юлия Георгиевна и Юлии Борисовне. С удовольствием передаю слово. Наверное, мы сейчас некоторые технические манипуляции произведем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я бы хотела представить вам свой доклад, который посвящен в окультуре, в среднем и высшем образовании. И данное исследование было проведено с точки зрения терминологического подхода. Выбор темы определен моим интересом за последние два года. Интерес связан с тем, как отражаются в терминологии образования современные социокультурные феномены. Я благодаря вдохновлению, полученному от Валентины Александровны, изучала, как исследуется коронавирус, как коронавирус повлиял на терминологию образования, как цифровизация образования отражается на терминологии. В прошлом году я рассматривала, как отражается культура отмены, а сейчас стало интересно воу-культура. Даже вот наши ребята на третьем курсе, на четвертом, они говорят, это ведь целый пласт лексики, лексикология. Интересно, что лексикология говорит, когда мы говорим про воу-культуру. И мне бы хотелось начать свое выступление с цитаты добросклонской Татьяны Георгиевны. Она говорит о том, что в 80-х годах Анной Вишбицкой была разработана теория ключевых слов. И особенно сейчас, вот в первой четверти 21 века, эта теория получила огромное развитие, колоссальное, о современных условиях новой реальности, благодаря всем перечисленным феноменам, которые были озвучены. Становление новых реалей незамедлительно нашло отражение в языке, что особенно ярко проявляется в языке англо-американского масс-медийного дискурса, который наиболее оперативно реагирует на любые изменения в общественной жизни. И Татьяна Георгиевна приводит четыре термина, которые, по ее мнению, относятся к ключевым словам культуры. Вот ключевые слова культуры – это cancel culture, woke, как Татьяна Георгиевна переводит, это пробудившиеся, труднопереводимый термин она его называет, white fragility – хрупкость белых, и black lives matter. И что касается самого слова woke, на самом деле уже есть целый ряд работ, посвященных именно этому термину, поэтому я не буду останавливаться на этимологии данного слова, потому что очень сильно, очень в большой степени разработано уже оно. И мне бы хотелось только сказать, что woke было выбрано словом года в 2021 году на официальном сайте социономики. И что вот интересно, что в 2022 году это слово было на первом месте самых таких интересных слов, потому что его искали 600 тысяч раз в году. То есть 600 тысяч раз британцы писали «what does woke mean?» Вот, поэтому этот термин вызывает очень много вопросов, и в данном исследовании мы остановились на дефиниции, которая была дана в словаре Merriam-Webster. И интересно, что здесь даются два определения. Так вот, если from current slide. Два определения. Первый из них, он имеет маркировку slang word, да, это slang, и это определение такое, которое привычное для нашего обихода. Aware of or actually attentive to important social facts. Вот, но что интересно, что второе значение, оно больше используется представителями правого направления политического. И даже такой лексикограф, возможно, вы его знаете, Тони Торн, он говорит, что в 2016, 2017 и 2018 году слово woke было использовано для всего, что сложно объяснить. Вот все любые какие-то социокультурные, какие-то политические изменения, он говорил, что правые, the conservatives, они каждый раз говорят, ну, это woke, в общем, такой термин общий для обозначения любых культурных, культурно каких-то значимых изменений в обществе, социокультурных. Почему я исследую woke культуры в образовании? Потому что вот в 2022, в 2023 году появились такие публикации, которые, ну, просто нельзя остаться равнодушными, когда их читаешь. В общем, первая из них – это новость о том, что в Манченцевском университете руководство университета раздает своим преподавателям, всему правительскому составу, памятки, как обращаться к студентам и к их родителям. И они предлагают заменить слова mother and father на слова guardian and individual, чтобы не фигурировали, ну, к сожалению, немножко там мелкий шрифт, но вот они говорят о том, что нужно заменить на гендерно-нейтральные слова. И, конечно, получила эта новость огромный, вообще огромный шквал разных положительных и отрицательных комментариев. Что касается еще другой новости, университет Эдинбурга также выдал своим преподавателям тоже памятку, целый список. И вот мы видим первый термин, который появился в сфере образования благодаря культуре лукса, лук-калчуре, это microaggressions. Вот эти какие-то небольшие действия, которые сложно назвать настоящим конфликтом, такие небольшие действия, которые как-то связаны с гендерными или религиозными особенностями. И что касается непосредственно вот этого исследования, было проанализировано всего 46 статей англоязычных источников, это британские и американские статьи, и было выявлено всего 232 термина среднего и высшего образования. Но и отмечаем, что 24 из них – это вот эти термины, которые появились в сфере образования благодаря культуре лук-калчуре, и многие из них прошли путь от сленга через политический медиадискурс, далее медиадискурс разных областей, дальше они попали в образовательный медиадискурс, вот эти все научно-популярные статьи, которые посвящены изменениям в образовании. И сейчас, особенно это набирает такую большую популярность в США, сейчас публикуются целые глоссарии терминов, которые включают в себя и термины, появившиеся из-за world culture. И я бы хотела вам показать вот интересное название, сейчас я, если возможно, вот так вот, вот видите, что тут написано, да, history, как будто history, как будто история, но с ошибкой. И такое интересное название у этой статьи, history, cis-хетропатриархи, and the remaking of America, a new curriculum emerges in California. Как говорят комментаторы этой статьи, что штат Калифорния, мы обычно говорим, что это local authorities, они приняли решение вести такую дисциплину, которая называется ethnic culture, ethnic studies, извините, ethnic studies. Вы помните, что, да, мы с первого курса изучаем Russian studies, потом British studies, American studies, а здесь такое ethnic studies. И они ввели целый глоссарий терминов, которые в этом, в этой дисциплине будут использованы. И обратите внимание, что вот даже это слово history, это специально так написанное слово история, чтобы не говорить, как будто его история, как будто his story, а произносится это her story, то есть как будто история, но от лица и её. Вот такой тоже вот момент, то есть при произношении мы говорим, да, her story, не history. И таких терминов было обнаружено 24. И вот вы видите список этих терминов, одни вот из самых ярких терминов. И вот мне кажется, интересные такие, как вот neplantis или misogynar, это вот термин, который обозначает ненависть, которая проявляется к этим накожим женщинам. И как вы видите, вот терминологический аппарат данной дисциплины, он отражён в учебном плане калифорнийских школ. И комментаторы говорят о том, что всё, если в Калифорнии это началось, то это пойдёт и дальше. И многие из них говорят о том, что это пойдёт и на другие штаты, и, вероятно, приведёт к такой революции в сфере образования с учётом таких, вот с учётом волк, вот волк калча. И также ещё одно из таких замечаний можно здесь привести, что также слово women, чтобы не писать слово men, как мужчина в составе, да, в корне слова, они специально a меняют на x и остаётся как, хотя так и прогнозится women, но немножко меняется spelling. И ещё хотела бы также привести здесь именно список волк-скуллин, как они это называют, да, сфера образования, но подвергиваясь в условиях волк-калча. И здесь целый список, но я только на двух остановлюсь. Это achievement gap. Он на самом деле, этот термин не новый, ему уже около 20 лет. И что интересно, что его ввели для того, чтобы как раз избежать расовых различий, но сейчас многие учёные, вот в частности и Глория Лессон-Биллинс, она говорит о том, что вот этот achievement gap и оставляет вот эти расовые различия в школе, и лучше бы его заменить на education debt, потому что achievement gap как палка в двух концах. С одной стороны, чтобы избежать вот этих всех конфликтов, но и с другой стороны, только их подогревать, и они сохраняются из этого achievement gap. И ещё одно — это colorblindness. Даже есть такое направление, colorblindness theory. Это такой подход, когда преподаватель должен не обращать внимания на расовые различия, но при этом все отмечают, что это не работает, и оно работает даже наоборот, только усугубляет расовые различия, и все учёные советуют, что лучше colorblindness переименовать или использовать другие более корректные термины, как multiculturalism или racial literacy. Вот эти термины приводятся, потому что, опять же, да, colorblindness, так же, как и achievement gap, это вроде как термин для world culture, чтобы нивелировать вот эти все расовые различия, но при этом они только усугубляются. Все, приводится список источников. Спасибо большое за внимание. Хотела бы только сказать, что в перспективе исследований и дальнейшее изучение вот этих терминов, которые наиболее часто используются в медиадискурсе, в статьях, посвящённых образованию, и там каждый раз можно найти что-то интересное, что отражает современные события, происходящие вот не только в России, но и за рубежом. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хотела бы задать вопрос. Если вы говорили о фистове, христове и так далее, отдельно на нейтральном языке, можно ли рассматривать слово, я не знаю, что я узнала вчера на семинаре про нейтральность мостового курса, пища дем, вместо пищи мэн, когда происходит интервью с человеком, которым не хотят называть пищи мэн, по определенным причинам. Называют его пища дема. Можно ли это считать термином? Мне очень интересно, игра между термином и, ну, как бы, вот таким, каким-то, это может быть, смирно, словно, лендом, но он уже ходит, везде становится на первые причины. То есть, нам надо ставить вам на ваш микрофон в опробе, потому что ничего не слышно онлайн, как бы это не стало, ничего. Вопрос Натальи Валерьевны состоит в том, можно ли фишермен заменить на фишер дем, и где эта грань между термином и... А, оно заменено, так, так. Можно ли считать шишер дем термином, так же, как и фишер, и в том, что вы назвали термином, скажу, степень. Да, спасибо. Да, в общем, можно ли такие лексические зенецы называть терминами? На самом деле, вот, я думаю, что то, как говорил Сергей Викторович сегодня, Гринёв-Гриней, что до того, как термин станет термином, вот эта стадия предтермина, я думаю, что это всё-таки предтермин, потому что вот то слово, которое history и вот her story, они зафиксированы в словаре, вот только в 2023 году выпустили этот словарь в штате Калифорния, и я вот ориентируюсь на том, что оно уже, да, уже опубликовано, и интересно, что я думаю, что даже в фишер-мен был бы вариант, вот где мен вместо там A или I, что был бы просто X, вот поставили бы. Есть такой вариант. Да, спасибо большое. Спасибо большое, Юлия Борисовна. Я думаю, что мы сейчас предоставим слово заключительному докладчику нашей секции. Мы пока убираем презентацию Юлии Борисовны, и я предоставляю слово Анастасии Сергеевне Галюченко, преподавателю кафедры английского языка в сфере юриспруденции Одинцовского филиала МГИМО России. Пожалуйста, мы ждем сейчас Вашу презентацию, и Анастасия Сергеевна начнет свое выступление. Я бы хотела поговорить о том явлении, которое на самом деле сказал практикующий юрист, что в тексте флакансии для юристов по какой-то причине, по которой она говорит, будут встречаться термины англицизма в разных вариациях. И превалируют больше всего англицизма именно в Телеграм-каналах. И на следующем слайде можно увидеть один из примеров таких текстов вакансий. Например, мы видим, что идет текст вакансии, и в какой-то момент у нас идет внизу due diligence компании. То есть мы видим полноценное англоязычное вкрапление в русский текст вместо перевода или транслитерации. И такое встречается во многих случаях. Либо даже во втором мы видим любовь к legal design. И как правило, юристам не должно понять, что же от них требуется, потому что для этого нужно обладать не только знаниями юриспруденции, но еще и языка. Иногда даже вставят в скобочках, например, высокий уровень писаного английского языка, а в скобочках legal horizon. Но мы же видим, что в скобочках идет уточнение, что именно интересует работодателя. либо же на следующем мы видим, что налоговый и compliance обязательства в разных юрисдикциях. Либо даже от Сбербанка была вакансия сопровождение сделок M&A, которые относятся к слиянию и поглощения компаний. Почему работодатели пишут именно аббревиатуры, а не русский перевод, чтобы упростить возможный поиск соискателя. Или же они наоборот пытаются найти того человека, который поймет именно англоязычный вариант. Или же в следующем мы видим compliance officer и опять же в пятом пункте подготовка документов по запросам от банков в рамках sanction compliance. Теперь мы видим, что это слово, этот термин используется и в контексте еще словосочетания с санкциями, что тоже как интересный случай. Здесь был только ряд примеров и в итоге пока что были разделены наши термины группы англицизмов на две группы. Использование в виде транслитерации, некоторые из них были в таком виде, как, например, секьюритизация, или же полноценное вкопление в русскоязычный текст. В скобочках можно увидеть примеры. И был проведен анализ из разных переводных словарей. Как же все-таки, учитывая нашу политику, перевести эти слова, чтобы не использовать транслитерацию или же наоборот вкрапление. Например, в словаре Мамуляна и Кашкина англо-русский полноюридический словарь мы видим, что секретизейшн переводится как фондирование, но при этом в скобочках тоже дается и транслитерация. При этом Compliance имеет такой вариант как выполнение или соблюдение правовых норм, что уже ближе к пониманию. Что касается Legal Design, я не нашла именно такое словосочетание, но нашла несколько вариантов для дизайна. У него на самом деле множество значений от цели до конструкции оборудовательств в проект, дизайн, расчет или план и прочие варианты. Мы сейчас еще посмотрим другие. Также в русском и русско-английском и лирическом словаре под редакцией Левитана секретизейшн дается снова как транслитерация, но при этом в скобочках идет описательный перевод, то есть автор объясняет, что именно это такое для человека-переводчика или студента. Что касается дизайн, то в принципе похоже на прошлый вариант, намерение дизайн назначать или какой-то проект. Но при этом поискав дальше, я увидела, что есть вариант дизайна как разработчик документа и закона Law Designers, что уже ближе к нашему варианту про legal design. И также был такой вариант как compliance, на самом деле здесь их много, есть certificate of compliance, если по соответствии требованиям выполнения или соблюдения права УСМАРа, опять же, и выполнения условий договора. То есть мы хотя бы понимаем, что от нас хочет работодатель. Но что касается compliance, в нашем пособии на нашей кафедре уже было это слово, это термин у третьего курса бакалавриата, и они воспользуются как соблюдение установленных требований. То есть это слово уже в целом укоренилось. Что касается двух других, я их не смогла найти. Поэтому могу предложить свои варианты, как обходиться с этими терминами. Так как дизайн к нам ближе в данном случае как проект документа, то можно, например, legal design переводить как разработка проекта документов. Compliance, как мы уже видели, соблюдение установленных требований, но sanctions compliance это соблюдение требований в рамках функционных ограничений, так как из-за санкций у компаний множество ограничений, которым они должны соответствовать, чтобы их товар, например, приехал в другую страну. Секьюритизация я решила объединить. Из одного словаря я взяла фондирование, из другого описательный перевод, что это преобразование каких-либо активов в компании для хридного формы путем выпуска облигации или иной ценой бумаги. На самом деле это очень малая часть исследования, я его только недавно начала, но было проанализировано множество текстов и были найдены несколько вариантов, еще и другие, помимо тех, что я отдала. Многие из них видят трансфитерации или наоборот англоязычные вкопления в текст. Мы выбрали только три пока для разбора и проанализировали и глоссарии. Но при этом кажется целесообразным исследовать в этом направлении еще и другие случаи я еще нашла множество аббревиатур помимо M&A, которые представляют как отдельную группу. Также кажется интересным использовать корпусные инструменты для дополнительного поиска примеров использования и потом тоже анализировать с помощью словарей, если переводят и будут или же предложить своим. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое Татьяне Дмитриевне, которая до сих пор с нами онлайн и всем коллегам, которые с нами онлайн. Мы сейчас будем завершать. Я надеюсь, что к нам сейчас присоединятся коллеги из соседней секции и мы будем подводить уже итоги нашего сегодняшнего круглого стола. Я прошу не расходиться, пока к нам не придут коллеги, для того, чтобы мы сделали финальное фото на квартал МГИМО. Все новости будут выложены в ближайшее время, в начале следующей недели и, безусловно, записи заседаний пленарных и заседаний секционных будут обработаны и выложены на наш стайд linguisticsmgimo.ru особенно для студентов третьего, четвертого курсов и магистрантов очень важно отсмотреть доклады и использовать их в своих научных исследованиях. Ну и, конечно, отдельное восхищение не могу не выразить студентам бакалавриата первого курса, которые сегодня здесь до полшестого вечера погружаются в современное терминоведение международного уровня. Спасибо большое. Я очень рада, что сегодня наше заседание состоялось. Заседание я объявляю секционное закрытым и ждем коллег для того, чтобы сделать общее фото этого круглого стола, посвященного памяти великого выдающегося ученого-терминоведа Владимира Моисеевича Личика. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...